Продолжение следует... Знаете, вот есть такое, вот это, наверное, вот, вот это, наверное, хорошая даже иллюстрация, чтобы начать. Вот люди за все трясутся, да, моя гитарка, моя любимая, там, возьми музыканта от чего-то гитару, он тебе сразу выскажет все, что он думает. И вот он там смотрит, ой, мы сели, порожки сточились, ай-яй-яй, вот это вот надо же такое, ну, потерл нос, протерлась. Почему? Играем много. Или что-то там, да, поцарапали. То есть, ну, чтобы она не терпела ущерба, на ней надо перестать играть, ее использовать надо перестать. Сделать такой бант и на стену, на ковер повисеть. Вот тогда она будет целенькой, пыльной, но целенькой. А когда используешь, обязательно будет что-то вот отваливаться, лететь, ломаться, да, вот почему машина у тебя сломалась. Потому что ты ее используешь. Так бы купил, поставил, она бы как новенькая стояла, и ты бы и горе не знал. Знаешь, мне надо ничего, бензин заправлять, менять, что-то там, складывать, вкладывать. А из-за того, что мы используем, и вот эти, и вот меня удивил один человек, ну, неважно, он там говорил, вот там, ну, за технику, вот, говорят, если так делать, она испортится. Говорит, ну, правда в том, что она испортится, рано или поздно. Она испортится. То есть, если ты ее будешь использовать, она портится от того, что мы пользуемся чем-то. И это нормально. То есть, если мы к этому начнем относиться, что это нормально, сломается, будет другая. Это же не какой-то недолб, там, или какая-то незаменимая. Повредилась. Почему повредилась? Ну, потому что ты использовала, ну, служила, и вот что-то там сломалось. Это нормально. Это нормально. Это неплохо. Это не трагедия, не беда какая-то такая, великая. Поэтому в тему того, о чем сегодня, потому что идут сейчас потоки интересных откровений. И много людей, может, не много, но люди обращаются с вопросами. И, конечно, есть такие вопросы, которые, ну, есть вопросы, допустим, такого плана. А как вы считаете, нормально ли нерожденному свыше человеку в прославлении участвовать? Ну, нормально ли? И я вначале думал, что за вопрос дурацкий, по-моему, все очевидно. А потом, почему люди такой вопрос задают? Потому что есть концепция прославления для людей, то есть, когда группа прославления работает для людей, тогда это приемлемо в том месте. Потому что там, ну, для Бога, понятно, это не может быть приемлемо. Как бы ты ни пел, как бы я там ни играл, если я нерожденный свыше, как через меня эта хвала, она никуда не пойдет. Просто музыка или пение. Но если это мы делаем для людей, тогда, да, можно нанять каких-то там ребят с хорошими голосами, или там музыкантов, и они будут просто лобать для людей. Интересно, такое вот, на днях, ну, пришла песня этого, Высоцкого «Утренняя гимнастика». Кто-то помнит? Да. И я всегда думал, что эта песня шуточная, но ее так и представляют везде, ну, шуточная. Но если, ну, этот Семенович не такой простой был, чтобы хохмить просто. Потому что, если посмотреть там его тексты, там, он бунтарь, по сути, кто такой? Он бунт, помните, это охота на волков? Я вышел, говорит, из-за флажки. То есть, из-за что, как бы, он и получал там периодически. Так вот, это, каким голосом он пел эту песню, помните? Бухарским голосом, голосом алкаша. Он же специально это даже имитировал, вот эти вот, ну, как вот, интонацию такого. То есть, как бы, вроде как какой-то бухарик учит тебя, как вот, ну, здоровью, как быть здоровым. И я думаю, что там это вообще было посыл к той политической системе, которая, то есть, типа, тех, кто этим, сами это не делает, но всех смотрите до упаду, приседайте, там, вверх на месте. Если пройти вот эту песню послушать, это же гимн пасторской системы сегодня. То есть, бег на месте, общепримиряющий. То есть, все объединяются, когда, когда все стоят на месте, красота, говорит, первых нет отстающих, все, уравниловка. Там в каждом, если посмотреть, именно вот, не надо думать, там, говорит, как он говорит, приседайте до упада, что там, будьте мрачными их рыбой. Нет, в начале. Разговаривать не надо. Приседайте до упада. Послушайте, там столько вообще будет именно, ну, вы видите, это все, все сюда, все, все. Семенович напророчил там. Но о последствиях, то есть, последствия духовной войны, вот об этом сегодня речь. Есть ли у духовной войны последствия, хорошие, плохие, какие, нормально это, ненормально, потому что такое часто приходится слышать, вот мы помолились, и началось. Вот мы там где-то поехали, где-то забили там колл, или что-то сделали, и понеслось. Есть там одни неприятности, другие, и все иногда вместе. А это нормально или это ненормально, и вот об этой, об этой вот теме коротко, не рассусоливая все это. Итак, последствия духовной войны. Многие приводят в пример книгу, мне один человек на днях написал, что вы посоветуете почитать и на тему духовной войны, ну, хорошего, кроме книги этого «Напрасные жертвы духовной войны» Пол Джексона. Что-то еще есть, а Эрика Джойнера, последний поход, что-то еще есть. А я говорю, я считаю вообще эту книгу неполезной насчет духовной войны. Потому что он, с одной стороны, он коснулся, с одной стороны, правильно, что есть необоснованные последствия. Но, с другой стороны, он в этой книге подводил к тому, что вообще у нас нет никакой власти и права противостоять начальствам и властям, хотя Библия говорит совершенно противоположные вещи. Более того, мы видим плоды, плоды противостояния начальствам и властям, о чем еще говорить. Ну вот, все ли жертвы напрасны, так скажем? Первый такой вот момент. У всякой войны всегда будут последствия, как физической, так и духовной. У всякой войны всегда будут последствия. То есть, если после духовной войны нету никаких последствий, это странно. То есть, странно, это значит, может, просто помахали мечом по воздуху или сделали вид, но противника не было в этот момент в зоне поражения. То есть, у всякой войны всегда будут последствия. Чем эффективнее ты в войне, тем интенсивнее в твоей жизни будут проявляться ее последствия. То есть, если чуть-чуть, то совершенно тогда и последствий будет немного. Последствия могут быть разными и иметь совершенно разный характер. То есть, нельзя все чесать под одну гребенку. Ага, вы забили колышек, у вас началось там проблемы в жизни, значит, вы что-то по плоти сделали. Вот это вы как бы влезли без благодати. С другой стороны, если бы мы поездили и погоняли там бесов территориальных, но в итоге ничего не происходит, и как жил, так и живешь, тоже такое странно. Что-то кого-то вообще зацепило или нет в этот момент. Потому что, если зацепляет, естественно, сила действия и сила противодействия. Это работает постоянно. Чем больше я прилагаю усилия вот к этому столу, тем больше он противодействует мне в этот момент. То есть, я давлю его с определенной силой, и в этот момент сила давит на меня, не давая мне продавить. То есть, духовный мир, он такой же, он реагирует на давление. И, соответственно, где будет больше давления, тот и победит. То есть, стол или сломается, или я сломаюсь, одну из двух в итоге. Или мы разойдемся в ничья. Что еще? Смотрите, всегда за лидерами любой войны и за особо эффективными бойцами идет охота. Это было всегда и физически. Помните, были какие-то снайперы у советские, за которого там награда была назначена огромная. Что вот кто его прихлопнет, тому там награда. Потому что он слишком был опасный, эффективный в своей войне против врага. То есть, тот же самый лидер, естественно, никогда там не, вот вторая мировая, Сталин, Гитлер, они же не бегали там с пистолетами на поле боя. Потому что туда бы кинули все силы, чтобы только его замочить. Потому что поражи вот этого вот лидера, и в принципе ты рассеиваешь армию. Поэтому за лидерами и за особо эффективными бойцами у них будет последствий всегда много. Духовная война. То есть, если после духовной битвы нет никаких последствий, это должно быть странным. Что-то значит, видимо, не так. Последствия могут быть обоснованными и необоснованными. То есть, необоснованное, это когда мы влезаем куда-то сами по себе, по плоти. Вот эта книга Джона Пола Джексона подходит сюда. То есть, можно в гордости пойти в атаку на врага. Можно просто, знаете, как вот провокации идут духовного мира. И можно поддаться, влезть. И потом, конечно, это все равно уроки, все равно даже драгоценно изничтоженного, все равно все ко благу. Но вот такие последствия могут быть неприятные и ненужные. Необязательные, так их назовем. Но если мы воюем по воле Божьей, вот взять хороший пример Ефес. Духовная война. Вот как духовная война оказала влияние на город Ефес. Знаете, первое, что я спросил, когда мы приехали в Ефес у Димы. Я говорю, Дима, где храм Артемиды? Вот весь же там сэр-бор был вокруг. Потому что говорили, ее почитает вся вселенная. Помните, он говорил? Да. Ее почитает вся Ася, да и вся вселенная. То есть, весь мир это была богиня мировая. Я говорю, Дима, где вообще? Покажи. Он говорит, там ничего нет, ничего не осталось. Я покажу издалека. И когда мы зашли на эту крепость, он показал, там болото. И оно все опустилось в болото, даже руины. Представляешь, какое проклятие? Потому что даже остатки утонули в болоте. И там какой-то один столбик стоит. И табличка, что тут было. И все заросло травой, какими-то кустами. То есть, если где-то вот эти амфитеатры там есть, что посмотреть, то там даже нечего смотреть. Настолько была эффективная победа над этим духом, что его стерло вообще из памяти. Понятно, сами бесы перекочевали в другие эти, как их назвать, имена. Но самого культа нету сегодня. И Павел говорит, я боролся со зверями в Ефесе. И он нам пишет за Ефесянам 6 главе, за войну именно, наша брань. И потом, ну самое вот деяние, если читаем, самые яркие свидетельства побед, это Ефес. Где там сжигали книги, колдовство оставляли. То есть, мятеж, помните, два часа кричали Артемида и Ефеска, ребят побили. Павел хотел зайти, его не пустили туда. То есть, кипиш, мятеж, последствия были грандиозными. У этой духовной войны. И они были обоснованными. То есть, то, что их повлекли, побили, напали, это было обосновано. То есть, этого нельзя было избежать. Это была реакция начальства властей. Вообще, гонение, это часто реакция начальства властей. Когда, вот мы заметили, где вот в духовную войну, где-то нас Бог ведет, обязательно там активируются физические начальства. Какие-то директора, заведующие, полицейские, мэры, судьи какие-то появляются, откуда-то вылазят управляющие. Они вылазят потому, что вылазят управляющие духи в этот момент. Их зацепили, их потревожили. Интересную смотрел передачу о кораблях. Потому что Библия учит нас о кораблях, кораблекрушения веры. Помните, корабли эти рулем маленьким управляются. Вроде как мы корабль. И там был такой вопрос. Детский вопрос, почему корабль не тонет? Ну, вот как бы думаешь, воздух там. Но это не причина, почему он не тонет. Это не в воздухе причина. Он из железа, он весит, ну, сколько он там тысяч тонн весит, этот танкер. Он должен утонуть, сколько бы там ни было в нем. Тем более, он наполнен же не воздухом, а там, ну, как бы он не пустой внутри. Оказывается, они рассчитывают, представьте, они рассчитывают конструкцию корабля так, чтобы, что когда он погружается, вода на него давит. Вот это вот сила давления. И если сила давления этого танкера, сила давления воды одинаковая, он не тонет. Иначе она или выбрасывала его, и он перевернулся, или бы ушел ко дну. Если переборщить, он утонет. То есть они рассчитывают, представьте, так, чтобы давление, оказываемое морем, не давало ему утонуть. То есть, если мы не будем получать давление с духовного мира, мы утонем просто. То есть давление, на самом деле, помогает нам не утонуть и продолжать плыть. То есть кораблю необходимо давление, так же, как, в принципе, и самолету. Ему тоже нужно это давление воздуха на крылья, которое поднимает его. Если давления недостаточно, корабль утонет. И вот теперь конкретно некоторые последствия, некоторые результаты, что происходит после духовной войны в жизни людей. Главный тезис. Последствия – это нормально. Внешние атаки. Первое. Распространенное. То, что происходит после того, как где-то ты поехал, помолился или с кем-то прикоснулся, какая-то была держана победа, сделано какое-то дело божье, начинаются внешние атаки. То есть что-то ломается, что-то портится, что-то начинает болеть, что-то где-то не срастается. То есть палки в колеса. Начинают вставляться палки в колеса, чтобы огорчить, чтобы подпортить жизнь тебе. Чтобы ты больше в следующий раз дону, и вот это опять начнется, и я больше не полезу туда. Эти войны какие-то. То есть внешние атаки, их перечисляет Павел предостаточно в Коринфина. Помните, он говорит, что все, что приходится мне переносить, это же не от хорошей жизни. Это от внешней атаки. Атаки, атаки. Причем они в жизни того же апостола Павла, по-моему, не прекращались. За исключением, наверное, каких-то редких моментов. Это жизнь под постоянным давлением. Вторая последствия. То есть, опять же говорю, внешние атаки – это нормальные последствия духовной войны. То есть, если враг не может достать тебя напрямую, то есть дух твой, он будет делать все, чтобы испортить тебе настроение, жизнь. И вот, чтобы, понимаешь, аж взвыл, взвыл днем. Вот бывают такие напасти одна за одной, одна за одной. Одна за одной. Только колесо заклеило, там отвалилось, что-нибудь, не знаю, форточка. Только там сделал сосед, орет пьяный. Только там улегся тот спать, там, не знаю, что, водопровод прорвал. То есть, какие-то такие вещи. И в этом всем, конечно, мы должны сохранять радость, праведность и шалом в Духе Святом. Тогда это будет двойная победа. Не всегда это получается, но, по крайней мере, Павел говорит, не думайте, что это странные приключения. Это никакие не странные. Это, говорит, случается со всеми вашими братьями в мире. Второе. Последствия духовной войны. Очень важное. Это выявление слабостей, слабых мест в тебе самом и вокруг тебя. Духовная война очень методично выявит все слабые места в жизни человека. В характере, в отношениях. Она выведет тебя из зоны комфорта. Выявит тебя из зоны комфорта. Потому что в зоне комфорта никогда ты не поймешь своих слабостей. Они там хорошенько прикрыты. Духовная война выведет тебя из зоны комфорта и иллюзий, где ты видишь себя таким, каков ты есть на самом деле. То есть, когда выйдешь, ты увидишь, какой ты есть. Беспрекрас. И вот если во мне что-то есть, оно проявится. Для чего? Чтобы с этим разобраться, победить, обрезаться, осветиться. И уже в следующий раз, чтобы это не давало слабины в этом месте. А так, пока я в зоне комфорта, конечно, какие слабости. Все одни только силости и красота. После войны видели, как выглядят войны иногда. Вот такой ролик, он часто бродит, как документальная съемка. По-моему, это было в Афганистане, по-моему, где какая-то рота, она сдерживала очень... Ну, сколько-то там всю ночь или сколько... Ну, их было много больше этих афганских боевиков. И они их сдерживали. Их осталось там человек 10. И они... Ну, их есть документально, не фильм. Они аж синие такие головы. Синие от пороха. Вот этих взрывов. Они были как вот фантомасы. Они стоят. И когда их уже... Они поняли, что их спасли, они не могли... Они... Ну, плакали. Мужики стояли. Ну, от этого состояния. То есть они... Представляешь, что ты всю ночь там под смертью сидел и видел, что покосили там все. То есть они выглядят, но явно в зоне комфорта человек не будет выглядеть. То есть там вот кто-то есть на самом деле, все и проявится. Кто в руках, кто не в руках. Поэтому духовная война, как последствия после духовной войны, ты выпадаешь из зоны комфорта, обостряются все процессы в человеке. Хорошие, плохие. Он расти начинает просто-напросто духовно. Обострение всех процессов. Иногда, ну, это не очень приятные, конечно, вещи вылазят. Но если это выявить, с этим можно разобраться. Или же с этим можно жить. Допустим, ну, воскресенье будет одно пророческое слово. Я получил. Фух. Такое вот... Волнительно. Волнительно. Но вот это место, где святой пусть освящается еще. А неправедный, пусть делает неправедный, ну, еще скверлиться. Как вот узнать, кто праведный, а кто скверный, да? Вот. Это когда человек выходит из зоны комфорта, становится все ясно. А пока в зоне комфорта вроде одинаковые. Следующий. Последствия духовной войны. Освящение твоей жизни от лишнего хлама. И прочих пустых вещей. Ну, которые мне казались важными. Вдруг их нету. Очистил Господь. Снесло. Вот если, да, живешь, обрастаешься таким хламом. А, к примеру, кому-то сейчас из нас... Собирайся, Юрий, на войну. Возьми только необходимое. Ты же не будешь тащить там на плед, да, там эти барабаны, там, картины. Ты берешь только то, что, ну, действительно, что тебе для выживания понадобится. Нож, да? Что ты возьмешь? Есть у тебя? Сволочку вытащили. Обрез где-то прячешь, что-то, гранату. Ты же рассказывал, а, это у Грековского граната была. Настоящая. То есть, ну, ты освобождаешься от лишнего хлама, который вот оброс и не дает идти никуда. Поэтому иногда это выглядит как крах. Совершенно верно. Этот хлам не обязательно вещи. Это могут быть любые совершенно... Какие-то взаимоотношения исчезают из жизни. Какие-то вообще привязанности. Какие-то ценности меняются. То, что тебе казалось таким важным, нужным, и ты ради этого жил, вдруг ты понимаешь, фигня, мы вообще без этого могут жить. Смотрите меня, ну и не надо, 300 лет. Вот так вот. То есть, для счастья достаточно немножко. И еще одно. Еще два. У меня здесь последствия записаны. Соединение с телом через горнило войны. Знаете, есть братья по оружию их называют. Соединение с телом через горнило войны и терпение. Под давлением идет вот эта переплавка и ковка. Как мы соединяемся друг с другом, когда мы в войне. Что я заметил, что войны совершенно хорошо понимают друг друга. То есть, очень редко там какие-то споры такие, прямо до местомисаниями друг друга рубать. Потому что кто практически участвует в духовной войне, они одни и те же вещи переживают. И когда они соединяются, намного проще с ними войти в единство, в согласие и действовать. Соединение с телом через горнило войны и терпение. То есть, под давлением идет переплавка, идет ковка. Вот эти вот соединения, они становятся прочными. Не просто изолентой примотаны, а именно переплавлены одно в другое. Как монолит. И последнее. Рост и крепость твоей веры, когда ты видишь плоды духовной войны. Наверное, это одно из самых сильных, когда ты видишь результаты. Ты молился, и вот оно произошло. Бог сказал тебе, пойди, провозгласи это. Пошел, провозгласил. Прошли годы, и ты видишь, что то, что было провозглашено, исполнено. Пришло. Вера многократно укрепляется, растет, чтобы действовать дальше. То есть, это некоторые последствия. Кто-то скажет, плохие последствия – это плохо. А я скажу, нет. Иов. 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 Книга, которая есть в Библии. Которую, ну, она ломает учения, доктрины какие-то. Почему Иов все потерял? Почему Иов заболел? Потому что он был плохим? Нет. Наоборот. Потому что он был праведным. И это тайная, конечно, книга. Но на примере Иова, я верю, была одержана грандиознейшая победа царства неба над царством сатаны. Победа Иова – это как пророческое предзнаменование победы Иисуса на кресте было. Где он тоже был изъязвлен, отвергнут, потерявший все, раздет, обокраден, обнищал. То есть Иов – это хороший пример именно книги о духовной войне. Ну, и там глубины, которые еще откроются. Подытоживаю. Войны – это люди с тяжелой судьбой. Не найдешь воинов, у которых такая легенькая, веселая, гламурненькая жизнь идет христианская. Это люди с тяжелой судьбой. Много раз переломанные. Но не сдавшиеся. Они готовы к последствиям духовной войны. То есть, когда человек, идя вот в эту, туда, куда Бог его посылает, понимает, что последствия могут быть серьезными, и все равно делает это. Понимает, что, возможно, он получит в ответ, не только увидит ответы на молитвы, но будут какие-то и давления, и потрясения после этого. Потому что враг – мстительный дух. Враг ненавидит, когда его драконам сшибают головы. Он не может достать тебя, он попробует жену. Не может жену, ребенка попробовать. Ребенка не может собаку попробовать. Собаку не может соседа. Почему многие говорят, войны, ну, вообще, не только войны. Христиане, многие пропускают удары после побед. Потому что расслабон ловишь. То есть, о, класс, сделали, объехали, совершили, пробили голову врагу. И все, можно как бы там забыть за то, что надо бодрствовать на страже. А враг только этого и ждал. На тебе, да, под ребро. Сэммен, засунь ей под ребро. А ты готов, да, открыт. Поэтому бодрствовать, войны – это люди, ну, за которыми идет охота. Мы не можем уйти с войны уже. Я как представил, сколько уже намолено, наезжено, на провозглашено, на сколько уже мы там сказали в ту сторону. Конечно, мы можем где-то, ну, быть, как это назвать, в госпиталь иногда лечь, духовный. Есть такие войны, ранения получают и лечатся. Ну, не физически, я имею в виду, дух, ну, полумен человек. Вот есть люди, они в духовной войне, их поломало по разным причинам. Ну, поломало. Они лечатся. Есть те, которых, как это в армии называется, когда его лишают званий, там, и... Ну, то есть, что-то ты чудишь, и тебя просто снимают вообще оттуда, садят куда-то. Лишение звания. Да, на голд-вахту, садят. Чтобы тебя попустило. Да, то есть ты там приходишь в себя и понимаешь, что ты это не бог, да, всего лишь служитель божий. Вот так. Но, тем не менее, да, эти люди тяжелой судьбой, тяжелым характером, как правило. Переломанные. Такие псы войны, их можно назвать. Но что они не боятся. Это очень важно. Вообще, многих, знаете, что останавливает, если вот по-честному, когда с человеком говоришь, многих людей от духовной войны останавливает страх. Что я сейчас вот это дьяволу, ну, как наврежу, а он будет вредить мне потом. Я не хочу этому, чтобы у меня детки болели, там, или я там, что-то мне сделали. И люди останавливаются от этого. Но войн, зная о всем этом, все равно продолжает. Я знаю, Искупитель мой жив. В этих словах, сука, победы. Несмотря ни на что. То есть Иов вообще молодец. Я знаю, Искупитель мой жив. И он восстановит меня. Или Сидрах Мисаха в Динага. То же самое. Мы знаем. Мы знаем. Но даже если этого не будет, мы все равно, даже если мы сгорим заживо, мы все равно не поклонимся Искукану. Поэтому войны. Нужно время, чтобы их взрастить. Нужен опыт. Но я заметил, вот это далеко, конечно, от войны. Но те люди, даже с которыми мы играли за команду Тавры в американский футбол, даже уже вот сейчас, несколько лет не встречаешься, есть чувство какого-то родства. Вот я недавно встретил мальчик, работает один в магазине. Какого-то, знаешь, как родственника встретил. То есть, братья по оружию там, ну, образно говорят. Но духовно это соединяет еще сильнее. То есть, вот мы в Хаиле, да, с кем-то там посты, молитвы, что-то проходим. Мы уже, уже, ну, сплавляемся в одно что-то. И даст Бог, увидимся, не увидимся. Но это родство, оно чувствуется. Вот этого Антон приехал, его, может, будет слушать. Ну, первый раз его видишь, да, уже родство чувствуется. Не надо там какие-то изучать, там, исследовать. А на сразу как-то, бум, есть. У духовно контакт уже есть, физически его просто не было. А есть ребята, которые ты не можешь, сканируешь. Нет, ну, такой, знаешь, закрытая там, это какого-то, закрытый сад, сестра моя там. Закрытая книга, запертая, запечатанная. И непонятно, что это за личность. А с кем мы уже в духе в одно? То есть, допустим, мы там, вот сейчас поедем в Медвежьегорск. Я понимаю, не надо уже приезжать что-то из себя там, как-то, знаете, подать себя. Уже есть вот это, уже все, сплавка есть. И мы можем себя чувствовать свободно, спокойно, как вот здесь. Я себя чувствую, так и там. Что там не будет, что, знаете, надо же, ну, как это, презентацию. Преподнести себя, похвалить, как-то, да? Допустить, да, туман, ну, сейчас мы будем. То есть этого в семье, этого не нужно, конечно. Это нужно вот там по внешним дворям. Окей, помолимся. Спасибо тебе, Господь, за духовных воинов, за то, что ты дал нам эту благодать уже не один год взаимодействовать с твоими воинами по всему лицу земли. И мы просим, поднимай их больше. Мы молимся за тех, кто сейчас проходит какие-то долины смертной тени, потрясений, какие-то атаки. Мы призываем твою крепость в их жизнь, твою дюнамис в их жизнь, твою силу на преодоление, на то, чтобы подобно Иова, пусть в своих маленьких битвах, но они провозгласили, что я знаю, что Искупитель мой жив, несмотря ни на что. Пусть поднимается твоя хаиль, твои верные святые, те, которые не пристрастны к серебру и золоту и не преклонятся перед валами этого мира. Мы молимся, Господь, подними свою хаиль, подними свою армию. Мы благословляем твоих воинов, мы благословляем твои войска в каждом регионе, в каждом населенном пункте, там особенно, где они в одиночку выдерживают и выстаивают. Дай им помощников, дай им, Господь, единомышленников, дай им их тех, с кем они будут вместе, тереться, плечо в плечо. И если кто-то начнет их превозмогать, двое устоят по слову твоему. Ибо Отец ты сказал сам, нехорошо быть человеку одному. Мы молимся, чтобы время одиночек закончилось, чтобы приходило время команд. Ты посылал подвое во всякий город. И мы молимся, пусть в каждом городе будет хотя бы двое, хотя бы двое или трое, собранных во имя твое, твоих стражей Сиона, твоих сильных воинов, которых ты по одному просто призыву, они будут подниматься и делать то, для чего ты их поставил. Мы благодарим Тебя, что ты соединяешь свою армию, соединяешь свою Хаиль. И мы верим, что увидим, как поднимается Твое тело, поднимается Твоя невеста, грозная, как полки со знаменами. И во всем этом, Отец, мы воздаем славу Тебе. Во всем этом да будешь прославлен только Ты, Господь. Аллилуйя, аллилуйя. Аминь, аминь, аминь. Аминь. Можно добавить. Когда ты привел пример с кораблем, что получается вот это сопротивление воды, оно его и делает, да? Я вспомнил, что когда я в 14-м году вот эту книжку издавал, у меня было просто звучало, как сопротивление тока. И я в электрике вообще, ну как, ничего не понимал, я не понимал, ну так же, как и сейчас. Но у меня было это именно сопротивление. Я знал, что он переменный, да, и что там есть сопротивление. Но Коля, как там в Писании, он точнее мне объяснил, как истинное, то есть, что там встроены вот эти сопротивления, как специально, что переменный, там, если видели на чертежах, он вот такой идет, вверх-вниз, как волной. Но именно это сопротивление, там вот эти вот маленькие приборчики, они делают его постоянно. То есть мы ток, и мы то наверху, то внизу. Мы вот так вот, то вверх, то вниз, а именно вот это сопротивление, оно делает нас постоянными и стабильными. Я, знаешь, вот сейчас эти вот, стал смотреть передачи за вот эти вот, как это все делается. Ну вот уроки, уроки, самолет вот этот вот, как там, аэробус вот этот большущий. Представляешь, там 2,5 миллиона запчастей. Ну, и их 1500 предприятий, которые их делают. Короче, хвост делают во Франции, крылья в Германии делают. То есть это даже в одной стране не делается. Вот эти вот внутренности, ну, еще и в Англии, нет, ну, где-то в Гаванде. Короче, 4 страны делают его, прикинь. И потом только это все свозится и начинают соединять это в одном месте. Их привозят там, то по воде. Специальные построили эти корабли, чтобы привозить куски этих самолетов. Ну, знаешь, я когда это смотрел, думаю, если вот самолетик построить, то что говорит тело Христово, да, дом Божий построить, тяп-ляп, там мы сейчас вот нагоним, да, и забацаем. То есть насколько это более сложно и точное, вот почему оно так как бы и медленно идет. То есть это не быстрые такие процессы. Сейчас рах-бах, год-два замутим церковь и будем делать пробуждение. И это вот сколько за лет уже мы верующие, мы сколько этого и видели, и слышали, нигде никто ничего не сделал. Потому что это не так просто. И если там этих кабелей, представьте, в самолете, почему безопасно летать? Почти 600 километров этих кабелей в одном самолете. И каждый дублируется четыре раза. То есть потому что если один там что-то, ну, погорел, следующий вступает, а этот погорелся, то есть, знаешь, сколько там? Он весь, они показали, он весь обложен именно как нервами вот эти вот все, там такие троса. В одном месте там прям вот такие косы этих там проводов, кроссов, этих вот кабелей. То есть работа, ну, колоссальная просто, чтобы вот это сделать. И, конечно, я говорю, почему мудрость нужна домостроителям Божьим? Потому что живые камни, это посложнее самолета будет. Потруднее будет вот это все собрать, соединить эти все. Знаешь, да, вот эти вот, как все должно слушаться? Это же не машина, это там, если что-то не так, он упал. Все, погибли. Насколько там его проверяют, проверяют. Одна команда проверяет перед взлетом, другая проверяет. Потом приходит капитан, сам все ходит. То есть там именно самый безопасный же вид транспорта самолет. Потому что там столько проверок, пока его дадут ему взлететь. Единственное, что делают в России эти, ну, как они, шасси из магния. Потому что его делают, ну, он только в России есть. Титан, то есть, вы магния, Титан. То есть титановый завод только в России есть. И они вот эти делают, ну, может быть, сами... А я думал, знаешь, там маленькие такие колюзии, а там колесо человеческий рост. Просто на фоне самолета оно выглядит какое-то такое, да, как от Жигулей. А там, да, вот такие колеса вот стоят. И вот эти вот шасси, это вот именно с России единственное, что берут. Спасибо. Спасибо. Спасибо.